Вы смотрите СТС, и я, Василий Куйбар, ваш личный проводник в мир таинственного и непознанного. Я не согласен с пессимистами, которые твердят, не может быть, я вас уверяю, еще как может. Сейчас на экране моего ноутбука страница интернет-форума, посвященного вопросам девственности. Здесь общаются ценители непорочности и целомудрия. Что они обсуждают? Как оказалось, то же, что и некоторые ученые. Таинственную теорию телегонии – еще одну нераскрытую тайну человеческого организма. Несколько лет назад вся Москва обсуждала невероятный случай. У аспирантки МГУ родился темнокожий ребенок. Женщина клялась, что мужу не изменяло. Врачи недоумевали, как такое могло произойти, если оба родителя славянской внешности. В итоге мама призналась, что задолго до знакомства с супругом у нее был роман со студентом из Африки. На сегодня мы не имеем доказательств существования механизмов, которые обеспечили бы сохранение генетической информации в организме женском от предыдущих партнеров. Наука не может объяснить причину этого феномена. Однако акушеры и гинекологи признают – невероятных случаев в их практике хватает. Белая женщина, она родила двойню, причем первый ребенок был с белой кожей, второй ребенок был с темным цветом кожи. И когда стали выяснять, как это произошло, выяснилось, что у нее было два половых партнера. То есть белый партнер и с темным цветом кожи. Ну вот такие парадоксальные ситуации, в общем-то, они возникают, они бывают. Что это? Сбой в генетике? Чего здесь больше – науки или мистики? Сегодня люди, вступающие в брак, не задумываются, как влияет целомодрие родителей на их будущих детей. Сексуальная революция сделала свое дело. Сегодня девственность совсем не в цене. В нашей жизни, как бы, ну, нелегко, можно так сказать. Все-таки надо выбирать мужчину, ну, немаловажно, половой акт. Ну, как сказать, при нынешнем раскладе, в принципе, кто сейчас девственница? Только в детсадике можно найти девственницу, в принципе, так, если разобраться. Каждый, а следующий мужчина – это опыт. Певец Сергей Крылов с этими утверждениями не согласен. Он считает, невинность супругов – залог счастливого брака. Музыкант был сам зачат в первую брачную ночь родителей. И девять месяцев, как говорит, развивался в стерильном резервуаре. Себе в жены артист тоже выбирал исключительно девственниц. Теперь мечтает, чтобы его сыну Яну досталась непорочная девица. Я бы что, для этого рождал, чтобы ваша нагульная Клаудия пришла к нему и сказала, я на тебя люблю. Да не надо, и такой любви от нее вообще не надо. Это все порожняк. Как же связаны девственность и здоровье наших будущих детей? Объяснять это пытаются биологи, генетики и акушерогинекологи. Еще в прошлом веке ученые открыли такое явление, как телегония. Телегония – теория о том, что каждый из мужчин, имевших интимную связь с женщиной, оставляет в ее теле свою генетическую информацию. Поэтому дети, независимо от того, кто является их биологическим отцом, могут быть похожи на предыдущих сексуальных партнеров матери. Это явление описал еще Чарльз Дарвин в середине 19 века. Опыты профессора Флинта и Феликса Ледантека на животных подтвердили данный феномен. Ученые скрестили чистокровную кобылу с жрецом-зеброй. Потомство не получили, однако через несколько лет кобыла от породистых коней принесла жеребят с полосками на ногах. Подобный опыт ученые провели со свиньей и диким кабаном. Получили схожий результат. Что же это? Проявились гены предков или телегония? Известные животные, те же голуби, у них сохраняются, например, 70-80 дней сперматозоидов в половых путях сам. У тех же собак так же. Но этот вопрос вообще, в принципе, очень мало изучен, и нам просто нужна какая-то информация. Женский организм тоже способен законсервировать мужскую сперму. Это научно доказано. Но какой может быть максимальный срок хранения, выяснить пока не удалось. Так что же это? Наказание природы за распущенность? Как гласит древний восточный обычай, от жены мужчина получает сплошное удовольствие. Поэтому жених обязан заплатить за невесту Колым. И порой Колым настолько велик, что молодые люди собирают деньги годами. Сколько же стоит в среднем непорочная невеста? Говорят, в Саудовской Аравии цена превышает 50 тысяч долларов. На форуме ценителей девственности мы познакомились с Ларисой. Девушка сразу предупредила, что придет на встречу не одна, а со своим женихом. В здоровье своих будущих детей они с Алексеем уверены. Лариса 28 лет хоронила свою непорочность. Ей с радостью подарила ее своему избраннику. Удивился. Ну, он меня понял. То есть так, ну так, значит так. То, что я считаю, что о таком надо, конечно, предупреждать. Особенно в нашем возрасте. Не испугался. Многие боятся. То, что я знал, что если я это и сделаю, то это будет, ну, как бы за мной будет уже. Мой ответ будет. Понимаете, о чем я? Поэтому я, как бы, даже рад, что это так произошло. Экстрасенсы поддерживают первую любовь, самая сильная. И подтверждают феномен влияния первого сексуального партнера на дальнейшее потомство. Не зря же в народе до сих пор бытует мнение, у женщины первенец рождается похожим на первого мужчину. Настроена она не на генетического отца, а на энергетического отца. Таким образом, женщина сознательно и подсознательно формирует образ плода, похожего на своего вот этого первого мужчину. Врачи пока разводят руками, но исходя из опыта предупреждают, чем больше у женщины было сексуальных партнеров, тем меньше шансов стать матерью. И это уже чистая физиология. Есть так называемый антиген, при котором у женщины вырабатываются антитела на сперму. И, соответственно, чем больше было контактов, соответственно, этих антител больше. И, в конце концов, в итоге, когда женщина, вроде как, встав на истинный путь, хочет забеременеть, но у нее ничего не получается. Если бы ученые имели возможность исследовать каждую семью, провести генетический анализ, наука сделала бы массу важных открытий. А пока феномен телегонии по-прежнему остается таинственной аномалией.